Это турнир драконов за титул «Самый сильный дракон». Присоединяйся к нам, подписывайся на канал, смотри битвы и голосуй в конце боя за сильнейшего дракона. Драконам нужен твой голос, и пусть победит сильнейший! В прошлом бою встречались песни о смерти и красная смерть. Как и ожидалось, красная смерть победила в этом бою. Правда, много голосов было из-за ее соперницу. Теперь у красной смерти столько же очков, сколько и у песни смерти, но на один бой меньше. А сегодня будут биться шторморез и ночные жути. Если шторморез сегодня одержит победу, то он также наберет 6 очков. У трех драконов будет одинаковое количество очков. Именно они будут бороться за первые два места в группе. Начинаем бой! Сегодня битва между стаей юрких подражателей ночных жути и умного четырехкрылого дракона Штормореза. У ночной жути последний шанс. Если она проигрывает этот бой, она уже точно не сможет побороться за победу в турнире. Шторморез против ночных жути. Испугается ли шторморез стаю жути, как разнокрыл? Возможно. Но Шторморез гораздо умнее разнокрыла и поэтому может раскусить тактику жути. А если уж он понял, что к чему, то может не боясь влетать в стаю и гонять драконов. И мне кажется, что он даже с радостью будет это делать. Ему это понравится. Он быстро, ловко маневренен. Он как хищник врезается в стаю. Ночные жути в разные стороны. А Шторморез расправляет все свои четыре крыла и выпускает когти. И начинает ловить жути. Когти, огненный залп, ловкость и большой размер – это преимущество дракона. Ночные жути – дети по сравнению с ним. Конечно, в первый раз не всех жути он поймает и выведет из боя. Остатки драконов снова соберутся в стаю. Напугать они уже не смогут. Шторморез понял их тактику. Но что делать жутьям? Надо что-то делать. Это последний шанс. Отступать уже некуда. Нельзя сдаваться. И они бросаются в бой. Что же они могут? Они набрасываются на Штормореза со всех сторон. Когтями и зубами впиваются в его тело. Шторморез, конечно, не ожидал этого. Сможет ли он избавиться от нападающих жути? Сможет ли уворачиваться от них и скидывать тех, кто уже впились в его шкуру? Вот сейчас начинается настоящий бой. Разузлившиеся с жути становятся опасным соперником. Они достойно сражались и с Красной Смертью, и с Песней Смерти. Но Шторморез – грозный соперник. Это умный и сильный дракон, который может побороться за победу в турнире. Для него это тоже важный бой. Если он не будет справляться со стаей, ему нужно найти вожака жути и атаковать его. Тогда стая распадется и будет не опасна. У стаи есть еще одно тайное оружие. Это большой огненный шар, который состоит из залпов каждого дракона стаи. Еще никто не видел это оружие, но и оно есть. О нем написано на официальной странице «Как приручить дракона». Если ночные жути используют свою силу залпа, Шторморезу будет нелегко. Но в предыдущих боях они свой залп не делали. Сегодня важный бой для обоих соперников. И кто же сегодня окажется победителем? Разозленные ночные жути, которым нужна только победа? Или грозный и самоуверенный Шторморез, который с помощью ума, ловкости и силы сможет победить стаю разъяренных ночных жутий? Выбор за тобой! Начинаем голосование! Жми на вот такой значок в правом верхнем углу и отдай свой справедливый голос за победу одного из драконов или за их ничью. От твоего голоса зависит судьба дракона в турнире. А в следующем бою встретятся два дракона-родственника. Вопль смерти и шепот смерти. Да, это будет необычный бой, но жребий свел их вместе. Чтобы не пропустить следующие бои, подписывайся на канал и расскажи о турнире друзьям. Пишите комментарии и ставьте монстру лайки. На сегодня это все. Всем пока!